Виталий приветствую тебя очередная неделя мы с тобой разбираем рыночную ситуацию с позиции технического анализа фундаментального делимся взглядом на то что на рынках происходит и подсказываем даем рекомендации конкретные идеи как все это можно использовать по невозможности рыночных за вами друзья уже финальное решение следовать ли этим рекомендациям или нет ну что давай тогда сразу к демонстрации рабочего стола и начнем мы традиционно с индекса доллара момент так индекс доллара очень упорно сопротивляются покупатели вот неоднократно мы 90 пунктов тестировали неоднократно я имею ввиду еще даже с ноября леса конца с конца ноября до с начала декабря то есть фактически 4 месяца бьются уже за этот уровень и доллар ходит в диапазоне 90 да что ж такое 90 91 главная идея которая сейчас является основной это новые меры экономического стимулирования которые мы в том числе и с тобой уже неоднократно обсуждали и пока нет конкретники рынок не может дождаться непосредственно прорыва продвижения в этом направлении инициатива переходит от одних к другим сейчас по индексу доллара 90 87 в прошлый раз когда мы с тобой проводили эфир как раз индекс доллара активно падал и был там в районе 90 пунктов высокая вероятность была того что это значение падет и продавцы окажутся хотя бы локально ниже так оно и получилось ну вот в четверг снова возобновился рост доходности американских облигаций и на фоне именно серьезного роста частности доходности американских облигаций влетели выше отметки 1.6 процента это максимум точно больше чем за год это спровоцировало распродажи на фондовых рынках снп насдак доу джонс снижался вот моменте там интересная ситуация была что по облигациям доходность была 1.6 а если мы сопоставим с доходностью дивидендной снп там она была даже ниже чем 1.6 поэтому понятно что трейдеры локально решили что нет смысла уже работать с высокорискованными инструментами можно поработать самыми надежными представителями финансовых энков с облигацией но вот сегодня ситуация уже в целом иная опять доходности американских облигаций снижаются и уже это не 1.6 уже это значение 1.4 я думаю что дальше по ходу недели мы еще раскачаемся там будет выступление паула будет отчет нонфарм перлс конец недели потому что мне удалось нарытие на рынке большинство экспертов все-таки сходится к единой позиции что существенно выше 91 мы все-таки не пройдем и следом за вот этой локальной коллекции снова будет снижение это так общий взгляд что даже несмотря на локальное восстановление потенциалов для снижения доллара по-прежнему сохраняется и вот знаешь после того как конгресс сша точнее конгресс сша вроде бы как уже дал зеленый свет подпись теперь осталась за баденом до 14 марта пакет экономических стимулов планируется принять вот после 14 марта уже можно будет трезво объективно взглянуть на индекс доллара и под понятие будет ли он снижаться из-за принятых экономических стимулов либо все-таки индекс доллара это как ты ранее рассказывал инструмент который будет циклически двигаться и его лучше вот сейчас уже выкупать по тем активам с которыми мы работали я евро доллар рекомендовал покупать с отметки 1.2050 сейчас котировки 1.2071 то есть принципе прибыль была гораздо существеннее но вот мы вернулись к уровню открытия я рекомендую всем перейти как бы в режим без убытка и если все-таки евро продают ниже то уже бокс будем искать впоследствии точку входа в прошлый раз также по золоту была рекомендация какое-то время мы держались в профите выше отметки 1800 но вот серьезные распродажи под конец недели они как раз и стали следствием роста доходности облигаций золото как все прекрасно знают не может конкурировать с американским рынком долга который дает еще процентную купонную доходность здесь только лишь изменение номиналы когда доходности стали расти крупные институционалы решили все-таки выйти из золота новых сделок по золоту не будет по фунту мы с тобой идеально тогда дали рекомендацию на продажу с учетом перекупленности ты подтвердил эту перекупленность технической точки зрения я фундаментально дал понять что очень лихо задрали фунт и нужно чтобы его конечно же спустили сделка была с 1 41 50 сел стоп сейчас мы на отметке 1 39 54 но до профита 1 38 50 мы так и не добрали здесь также без убыток и ждем дальнейшего снижения потому что по моему скромному предположению вот эту коллекцию еще не добили и либо это будут цели 1 38 даже либо это значение 1 37 но по моей сделке лучше выйти еще раньше с уровня 1 38 50 сегодня я хотел бы дать рекомендацию по рынку нефти в частности сейчас у нас бренд котируется на отметке 65 57 и рекомендация будет цел стоп с уровня 65 20 при этом стоп-лосс закидываем на отметку 65 80 и ждем снижение нефти в район 60 долларов за баррель тоже сделка против тренда очень рискованная но фундамент серьезно на этой неделе заседание опек 3 4 марта и там могут принять решение и скорее всего примут о росте нефти добычи на 500 тысяч баррель и возможно с авторской аравии еще откажется от прежнего одностороннего обязательства по сокращению дополнительному добычи нефти на 1 миллион я думаю что рынок могут напугать вот эти полтора миллиона баррелей дополнительно и учитывая то что за февраль мы выросли на 20 процентов по бренду WTI но коррекция точно должна быть более значительной в общем как раз эта сделка которая должна использовать потенциал и фундаментального ослабления этого актива но еще есть как бы коррекция которая должна снять и в том числе техническую перекупленность короче по нефти я продавец питали слово тебе видно рабочая карта да ну давайте пройдемся по тем идеям которые я прошлый раз говорил и дам свое видение на сегодня на текущую неделю так фунт-доллар да в принципе ты уже сказал что мы были в прошлый раз за шорт ты был с фундаментальной точки зрения я с технической что было с технически мне интересно напомню это то что на числовом там прайме вот 24 февраля был вот этот финальный вынос а кульминация такая я уже сказал если происходят такие кульминации они обычно происходят на азиатской сессии когда вот такие инструменты золото нефть фунт там евро и они скажем низколиквидные там обычно уже засаживают выносят последних пассажиров которые работали против тренда и рынок идет на коррекцию или на разворот тренда в я также разбирал это с своими учениками в принципе мы неплохо отпадали из тех влачений почти три фигуры на текущий момент можно сделать удерживать так как цели у меня были тебя там небольшие там ну скажем так небольшие 38 в районе 38 это около четырех фигур да у меня эти цели они больше ну время покажет идем туда или нет это цели примерно на 1000-2000 пунктов посмотрим что это было у нас вот это движение на прошлой неделе это был заходной импульс если это так то после какой-то определенной коррекции мы идем на разворот тренда какая-то коррекция будет и какая форма к примеру как было вот сентябрь допустим да вот такой пошел импульс небольшой там два дня сейчас и мы там пошли на неплохое снижение или это будет условно как было прошлом году там январь февраль 2020 год прошел импульс такой сильный но потом два-три месяца была коррекция и только потом ушли вниз ну это рынок то есть будем уже по входку смотреть но пока я за снижение по данному активу дальше по золоту я напомню был все время медведем за последние два месяца на точнее полтора месяца цели ставились тысяча семьсот шестьдесят и тысяча семьсот тысяча семьсот мы практически добили неплохо ушли сто пятьдесят долларов с тех значений там тысяча восемьсот пятьдесят еще также хотел такую небольшую ремарку сказать ну в принципе ее с тобой все время обсуждаем что если кто-то следует нашим рекомендациям да то обязательно соблюдать риск потому что скажем мы можем иногда ошибаться это понятно иногда ошибаемся и чтобы скажем те трейдеры которые следуют нашим рекомендациям не теряли большую часть депозит потому что за последнее время скажем ко мне там обратилось несколько скажем потенциальных клиентов некоторые уже стали клиентами покупали золото все время за последнее время да там два месяца и они на этом скажем потеряли депозит то есть они не следовали первое это правило то есть риск менеджменту поэтому если ну там следует там покупками или продажами обязательно ставить стоп лосс на таких волатильных инструментах как золото там СНП нефть обязательно соблюдать риски потому что там в течение дня или недели мы можем идти на несколько сот пунктов так и на несколько тысяч пунктов да тоже золото да очень сильно условно поэтому еще раз если есть какая-то рекомендация всегда использовать скажем риск менеджмент на сделку обязательно там процент два процента ну если слишком агрессивно можно там и три процента поставить да но ни в коем случае там не ставить двадцать пятьдесят процентов на какую-то сделку потому что можно много потерять так плюс индекс доллара да на прошлой неделе я говорил что по данному активу мы когда торговались после уровня 90 я сказал что да будет возможность снижение но это будет как скорее всего как вынос вынос уровня 90 здесь у нас этот уровень уже образован он в середине января мы его подтвердили в феврале и ложно вынесли и сейчас ушли хорошим импульсом наверх поэтому последовал рекомендациям только о покупках индекса доллара сегодня находится в плюсе дальше следует с моей точки зрения только покупать данный индекс если кто-то купил если здесь пройдет хорошая какая-то коррекция то можно доливаться покупку скажем на хорошее движение наверх пока этой консолидации нету если мы уйдем секущих мы сейчас движение тоже самое евро доллар этот актив прошлый раз я говорил что я шахтил с небольшим риском где-то в диапазоне 0.5 0.5 до 1 процента мы вышли по стоп-лоссу потому что почему мы шахтиле скажем был вариант что мы уйдем с текущих как по золоту пошли без выпуски произошел бонус мы закрылись по стоп-лоссу и перезашли после того как евро доллар ушел снова вот этот ключевой уровень он аналогично в принципе зеркальный индекс доллара зашел минус и мы сейчас идем неплохо вниз на текущий момент евро стоит удерживать кто шахтил шорт и если будет хорошая коррекция какая-то ну скажем там 50 до 80 то стоит рассматривать данный тип шорт со стопами где-то в районе 1.22 ну точнее уже нужно будет смотреть по форме коррекции это возможно будет где-то ближе если мы не начнем падать текущих где-то среда возможно в следующей битве уже будет более понятно возможно даже подготовят к этому к лунфарму пятницу какую-то такую хорошую консультацию так как у нас после каждого какого-то импульса идет какая-то небольшая коррекция и после этого накопления уже там определяется будет ли там шорт или лон в каком формате поэтому пока я индекс доллара за лун на коррекции евро доллар аналогично за шорт на коррекции мы часть мы клиенты удерживают часть шорта сейчас мы закрыли часть удерживаем без угодка на коррекции будем доливаться если эта коррекция будет ну мне понятно что она скорее всего шортом поэтому как-то вот так пока у меня такая у нас битва да идет кто-то за снижение доллара кто-то за рот поэтому в таком формате по нефти возможно и снижение я пока в нее не лезу так как мне она до конца непонятно был какой-то в пятницу небольшой это слабенький против такого тренда есть здесь еще как вариантом этот треугольничек такой мы с него вышли возможно будет заваливать это очень рискованно если так смотреть в принципе ту который по идее дал возможно использует я бы подождал более сильного импульса но как вариант можно помочь и я пока мне писала ребята еще в пятницу по поводу бренд что вот этот уровень который кстати отметил ниже него возможно рассматривать как ложный пробой вот у меня тоже отмечен ну в принципе в пятницу работались на сегодня снова его откупили ну как вариант если там кто-то сидит в шортах не хочет пропустить хай то можно там с процентов там 0 5 1 процент риска депозита можно попробовать чуть мне кажется чуть красивее смотрится чем бренд есть такая шпилька сверху маленькая если так закроем и буду сжимать можно попробовать лично лично пока не торгую ну и плюс индексы как я уже говорил что жду разворота по индексу доллара в принципе смп 500 как-то пробуют завернуть образовалась сильная поддержка в районе смп 500 в районе там 3800 вот ее бы если ее пройдут то я думаю смп будет хорошо падать пока падаем неплохо как евро доллар какая-то коррекция уже посмотрим будет обновление нового максимума я пока думаю что это новый максимум ну исторически и время покажет праве то есть там в течение недели пробить бы вот эту поддержку тоже более уверенно то же самое bitcoin он находится на хорошей поддержке в районе там сорок пять тысяч там сорок четыре в лицо вот эта поддержка если ее провалим пойдем вниз пока выше нее возможно возможно покупки я там еще с ранчем активного когда мы с тобой обсуждали где-то две недели назад bitcoin я говорил что пока смотрится ламбула но нужно ожидать что в любое время здесь будет сильное снижение будет это через пятьдесят тысяч или через там восемьдесят или сто без разницы но кто-то в этом ланге застрянет и в 2018 году так ну все спасибо тогда виталий за комментарии следим действительно тебе благодарность поскольку ты охватил все сегменты финансовых рынков даже крипту по поводу биткоина реально действительно там коррекция назрела давно и вот она в принципе реализует себя во всей красе и многие говорят только лишь начало я в принципе как и многие тоже присматриваюсь к этому рынку биткоину с некоторым желанием купить подешевле в расчете на последующий рост но ниже выше тридцатки я вообще заходить не буду вот это рынок небольшой то есть если там рассматривать биткоин там капитализация там она около триллиона да 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 по сравнению по сравнению с рынками акций там деривативов этих разных седей и так далее то есть это копейки и сейчас в этот рынок биткоина раньше заходил ритейл да сейчас уже заходят какие-то крупные компании типа тесла там всякие там эти саудовская авиа там кто-то формирует фонды крупные это как раз они могут разогнать эту цену еще выше да но это указывает на то что этот рынок сильно перегрет и я думаю что многие ну ну скажем трейдеры которые там торгуют со стопами они там возможно вовремя выйдут попадут именно те которые так стратегически да торгуют там верят что все время будет расти вот они думаю застрянут ну да так виталий еще раз тебе спасибо на следующий эфир у нас с тобой в среду снова вернемся к рыночной ситуации обсудим что изменилось что произошло и присоединяюсь к словам виталий обязательно друзья обязательно контролируйте риски следите за загрузкой ваших депозитов ставьте стопы стоп лоссы потому что в конце концов в любом случае ответственность за те решения которые принимаете вы только лишь на вас мы вам помогаем в плане информации поддерживаем идеями а вам уже решать следовать им или нет виталий спасибо тебе и хорошей день торговой недели пока